Даже мировоззрение просто. Вот как вы воспитываете? Каким образом? Индивидуальная работа с каждым клиентом? В общем, и то, и другое. Первое, я выступаю как идеолог, я довольно много пишу статей сам. И если вы меня спросите, чем же я больше всего горжусь почти за 14 лет занятий? Чем же вы больше всего гордитесь? Больше всего горжусь тем, что, скажем... Спросил я. Да, больше всего горжусь несколькими факторами. Тем, что, в общем, при моей работе как арт-дилера Рустам Хамдамов попал в современную коллекцию Эрмитажа. Это уникальный случай. Живой русскоговорящий художник в современную коллекцию Эрмитажа никогда не попадал. Рустам Хамдамов – это кинорежиссер советский, в общем, который числится гением, который сделал три фильма. Ни одного его фильма широкая публика не видела. Рустам Хамдамов – выдающийся эстет и художник. Он лауреат премии «Триумф» 1997 года. Ну, он большой кинорежиссер и большой художник очень. И очень сейчас стал успешным. Вот первое, о чем я горжусь, это то, что Рустам попал в Эрмитаж, был прием в Эрмитаж. Как художник. Как художник, естественно, да. И вторая вещь, коль скоро вы загорели о том, как идет воспитание, что лучшая газета, на мой взгляд, России, ведомости, которая представляет из себя совместный проект Wall Street Journal и Financial Times, они пригласили меня в качестве эксперта. Я написал пять статей, которые назывались «Нарисованные деньги». Вот как раз связанные с образовательной функцией. Художник, получивший премию «Триумф», рисованию нигде не учился. Зато он учился кинорежиссуре во ВГИКе и в 67-м снял фильм «В горах мое сердце», а в 74-м – «Нечаянные радости» или «Рабу любви номер один». Негатив картины затем был уничтожен по решению Госкино. С тех пор, говорят, русское ретро подразумевают хамдамов. Нелегкую судьбу этого жанра в Советском Союзе режиссер разделил со своим детищем. Будучи на Западе, узнайте фамилию трех культовых русских кинорежиссеров. Вам назовут Тарковский, Параджанов, хамдамов. Как это ни парадоксально, последняя фамилия почти неизвестна русскому кинозрителю, если он только, конечно, ежегодно не бывает в Каннах или не знаком с мемуарами Феллини и Антониони. Последний полнометражный фильм хамдамова «Анна Карамазов» был показан только на Каннском фестивале в 1991-м. В прокате так и не побывал. Вообще, живописным картинам хамдамова везет больше, чем пленочным. Его работы есть в Третьяковке и в знаменитом музее Нортона Доджа. Такой линии, которая есть у Рустама, пожалуй, была у Модельяне только. У него абсолютно необычные, очень высокого класса акварели, в которых он, пожалуй, сильнее всего. Очевидно, что он любит Рубеля, знает его. В далекое время визитов в СССР Танино Гуэрра вывозил хамдамова, как вывоз от Малевича или Кандинского, а затем рассматривал драгоценные рисунки вместе с Висконти и Антониони. Его дружба с нами продолжается долгие годы, а он не меняется, остается тем же. И позволяет нам поверить, что, несмотря на все трудности, которые могут быть в жизни, она все-таки полна нежности и сказки. Экспозиции хамдамова уникальны по задумке и никогда не повторяют одна другую. Световые пятна, подобно фонарям на съемочной площадке, выхватывают лишь отдельные фрагменты картин. Этот ряд работ вообще нарочно оставлен на полу, словно в разгар подготовки экспозиции. На петербургской выставке впервые присутствует такая деталь, как каталог. До нее художник противился всяческим изданиям. Вообще, для того, чтобы работать с хамдамовым, нужно уметь терпеть, признаются галеристы. Замкнутость, полная непредсказуемость и изолированность – его основные черты. Каждый раз сценарий выставки приходится переписывать заново, но усилия оправданы, если в главной роли хамдамов. Я профессионал, и все остальные выдающиеся люди, с которыми я работаю, они, безусловно, очень талантливы. Но гений – это один, это Рустамский. Вот что такое хорошая галерея вообще? Кроме помещения, места расположения, что такое хорошая галерея? Хорошая галерея – это прежде всего галерея, которая работает с художниками, у которых есть инвестиционная ликвидность. То есть, которые настолько уже откатаны, вот как автомашины «Мерседес» или «Роллс Роллс». Это так называемый золотой слиток, который вам предлагают в банке купить. Да, грубо говоря, галерист должен вам обеспечить абсолютно, как говорят на Брайтоне, кошерный товар. То есть, это художник должен быть с регалиями. Регалий, как правило, три звезды – критики, музеи, собиратели. Критики музея, собиратели имеются в виду критики The Times, New York Times, музеи, Метрополитен, Тейт, Галереи, собиратели таких человек пять в мире. Очень мало, кто эти три звезды имеет. А вы относитесь все-таки к делу, которым вы занимаетесь, как к бизнесу или как к искусству? Я отношусь к этому, как к содержанию своей жизни. И, следовательно, это дает мне возможность нормально жить и получать это удовлетворение. Дальше я думаю, что я сказал все. Спасибо большое. Спасибо вам. Я был тут сразу в Японию, на два месяца в командировку. Он в этой командировке работает, деньги не тратит, еночку к еночке собирает, покупает кошелки какие-то там, подарки, аппаратуру. Все это привозит домой, в прихожей бросает на пол и кричит жене – «Гала! Гала, шведенька! Гала, раздегайся и улишко! Гала, шведенька!» Она говорит – «Ой, Степан, я тоже так стомилась, я тебя чекала, ой, так ждала, Степан». Он раздевается в постель, он раздевается в постель, одеяло на тяге, говорит – «Двигала, светятся!» Спасибо. Олег Филимонов. Мы переходим к четвертой номинации. «Золотое ретро». И тут наш город, воспитанный на романе «Двенадцать стульев», присудил пальму первенства героине кабачка «Тринадцать стульев» пани Монике. Народная артистка России Ольга Аросева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! О-о-о, добрый вечер! Добрый вечер, пани Монике! Проходите, пожалуйста, проходите. А это пани Моника. Энергии этой женщины хватит на то, чтобы растопить все льды Антарктиды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, спасибо! Спасибо за память, спасибо за то, что вспомнили, спасибо за то, что любили эту передачу. Мы как раз вот сейчас, в марте месяце, отпраздновали 35 лет существования этой передачи Ольга Александровна, дорогая Ольга Александровна Конечно, вас Одесса любила всегда, вы это знаете Это взаимно, я тоже всегда любила Но вот сегодня, сегодня это чувство будет официально зарегистрировано Мы сначала вообще-то думали, что приз вам будет вручать герой романа, обладатель гампсовского стула Профессиональный московский остряк Авесолом Изнуренков Но согласитесь, вести в Одессу иногородних профессиональных остряков бессмысленно Короче говоря, мы подумали, зачем нам какой-то Авесолом Владимирович, если у нас есть свой Валерий Исакович Логично Поэтому приз вам вручает главный редактор Одесского юмористического журнала «Фонтан» Ведущий телевизионной программы «Фонтан-клуб» Валерий Хаид По поводу вот этого замечательного приза, который вы более чем заслуживаете Вот такие спросы Знал бы древний мастер гампс, что назначен стул сей вам Без сомнений тут же он сделал бы не стул, а тронт Браво, Ольга Росева! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надо его поковырять, может быть там и бриллианты еще есть Но во всяком случае, кабачка у нас теперь нет, но стул все равно пригодится Может быть мы начинали и даже ни одного стула у нас не было Хотя все у нас хорошо, все по-прежнему наши персонажи существуют Все вам кланяются Знаете, кто у нас наш... Я никогда, конечно, в жизни ни про одного человека не могу сказать Ни единого плохого слова и не говорила Но, конечно, наш дорогой пан директор, ну сами знаете Он родился талантливым человеком Правда, в роддоме его потом подменили Его мать всегда говорила, что из него вышел хороший человек Но он как вышел, так очевидно и исчез В неизвестном направлении Но у него удивительное качество Как бы он не был завален работой, ему всегда удается развалить ее Ну, вы знаете, наш дорогой пан Гималайский Выражение лица, жизнерадостный человек Человек люб вообще Про него мы говорили всегда так Что если правда, что детей находят в капусте То нашего пана Гималайского нашли в кислой капусте Ну, наш замечательный пан Дзюзи все продолжает писать Про Фафика, про свою собачку Между прочим, приправленная собачонка до сих пор жива Я ему на днях прямо сказала, я говорю Пан Дзюзи, это безобразие, ваш этот Фафик Всю ночь выл под моим окном Знаете, что он мне ответил? Он сказал Ничего, паня Моника, он днем выспится А когда в Кабачок пришла его жена, пани Граджина И приходит на нее, напали злые собаки Я привязала ей, говорите, скорее там на вашу жену Напали злые собаки Он сказал, ничего, сами напали Сами пусть и отбиваются И не с места, вот такое отношение к нам, к женщинам Я уже не говорю про нашего пана Пепечка Он вообще тут на днях прибежал такой взволнованный Прямо с порога, как закричить, так нервно Говорит, пани Моника, что мне делать? У моей жены, говорит, Роман железнодорожником Я говорю, ну хорошо, а при чем тут я? Он говорит, нет, я хочу знать Имею ли я теперь право на бесплатный проезд по железной дороге Номинация пятая За лучшую литературную основу юмористических программ 2000 года И здесь наша жюри, состоящая из телезрителей, одесситов Выбрала автора новых одесских рассказов Писатель, драматург, заслуженный деятель искусств Украины Георгий Голубенко В истории Одессы масса знаменитых имен Писатели, артисты, ученые А сколько незаслуженно забытых? Десятки тысяч Я, например, знал человека, который в 70-е годы в Одессе представлялся так Я изобретатель, говорил он Я изобрел секрет изготовления в домашних условиях Итальянских солнцезащитных очков в пластмассовое праве Потом он изобрел еще, кажется, французские духи И тоже изготавливал их в этих условиях Потом американские джинсы И что вы думаете, он за это получил? Славу? Отнюдь! Три года тюрьмы он за это получил С полной конфискацией имущества А сколько людей не получили и этого? Вспомним незаслуженно забытых одесских героев Вот тоже, кстати, настоящий Одессе Закончил консерваторию Потом стал писателем Ну, то есть, сделал в своей жизни все, лишь бы не работать А приз писателю вручает его собрат по профессии Автор Гавриле Ады Поэт Никифор Ляпис Трубецкой Служил Гаврила Служил Георгий драматургом Георгий пьесы сочинял Он три сестры и дядя Ваня Не написал, так прочитал Потом Георгий стал писатель Георгий прозу стал писать Он много бабеля рассказов Переписал в свою тетрадь Теперь, конечно, всем знаком он В ком есть литературный вкус И получил через знакомых Он звание деятель искусств Итак, держи Георгий приз И впредь трудись, как мирный атом Перед несись и падай ввысь Всегда стремительным домкратом АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому в нем для меня Каждый человек это рассказ Каждая семья это повесть Каждая девушка это роман АПЛОДИСМЕНТЫ В Одессе для того, чтобы быть писателем В принципе, большого ума не надо Потому что главное, ничего не придумывать Нужно просто слушать и не перебивать Ну вот, к примеру Подруга нашей семьи Такая одесская красавица Ирина Значит, два года назад Мы ожидали приезда президента Значит, не наша семья, а как бы весь город Вот, значит, за день до его приезда В Одессу примчался Киевский отряд механизированной Автоматизированной милиции Под названием КОПРА Значит, они Все дороги моментально, значит, заняли Навели жестокий порядок Стали на всех углах Все автомобили, значит, начали осматривать Там номера двигателей, шасси Одесские автомобилисты попрятались Подворотник, кто куда Дороги пусты И вот именно в этот день Ничего не подозревая происходящим Наша красавица Ирина Заметит впервые Садится за руль своего автомобиля И выезжает на улицы родного города Ну, едет она так, как и должен ехать Как бы человек, который впервые сел за руль автомобиля То есть, исключительно по левой стороне дороги Исключительно на красный свет И вообще, как в тумане, не понимая, где она находится То есть, КОПРА, это как бы киевская Она остолбенела на какой-то От этого совершенно фантасмагорического зрелища Потом, конечно, ее догнали, остановили К ней подбегает милиционер Берет под козырек, говорит Сержант Черноущенко, Киев Она смотрит на него и говорит Нифига себе, заблудилась Поэтому я говорю, что, значит, здесь как бы не нужно ничего придумывать И не быть писателем-юмористом здесь довольно трудно Как трудно что-то и добавить К огромному количеству комплиментов Которые получил этот город наш, Одесса За два века своего существования Пожелать что-нибудь ей Ну, разве что хотелось бы, чтобы мы как-то жили все богаче Хотя, знаете, с другой стороны Вот у меня был дед Такой коренной одессит Очень пожилой человек Проживший большую жизнь И мне сказал однажды Мальчик, никогда не бойся двух вещей Бедности и болезней Потому что богатые и здоровые в нашей стране долго не живут А нищие и убогие практически неистребимы Это я к тому, что я вот мечтаю Чтобы мы все стали не только неистребимыми Но и богатыми и здоровыми И если болели, то только одной болезнью Которую мы одесситы и так болеем все поголовно Это какая-то фанатическая любовь К этому городу, к этой Одессе Любовь, которая рождается в нас С первого взгляда на этот ослепительный город И умирает только с последнего Георгий Голубенко Номинация шестая Лучшая женская роль в телевизионных юмористических программах Знаете, тут ни одна актриса точно не обидится Потому что лауреатом в этой номинации стал актер Андрей Данилко, он же Верка Сердючка Лауреатом в телевизионных юмористических программах Всем приветики, мои цветики Боже мой